Дорогие гости А вот сейчас, во второй секции, мы попробуем посмотреть на другой уровень. Мы попробуем обобщить. Мы попробуем поговорить про городском активизме. То есть все эти инициативы и проекты мы сейчас постараемся поставить в более широкий общественно-политический контекст. И пойдет сейчас речь прежде всего вот о чем. Мы попробуем выяснить, может ли городской активизм создать новые пространства для общества, для политики. Инициативы, они же все очень разнообразные, их очень много. Вы это, я думаю, поняли еще в ходе первой части. Инициативы все очень разные. И могут ли они все иметь какую-то общую повестку дня, что-то, что их объединяет? Я думаю, это отчасти продолжает вопрос, который прозвучал до перерыва. Могут ли все эти инициативы и проекты привести к изменению в отношениях между государством и обществом? И это заглавие всего нашего сегодняшнего мероприятия. Можем ли мы исходить из того, что мы наблюдаем модернизацию в России снизу? А если у нас останется время, мы попробуем еще сравнить ситуацию гражданского общества и его организации в наших странах, в Германии и в России, где там самые крупные различия. Давайте я представлю вам наших гостей на позиуме. Справа от меня сидит Юлия Боржемская и Виктория Копейкина. Они обе из Москвы, они представляют экологическую организацию и занимаются, прежде всего, очень важной проблемой, что делать с мусором, с отходами. Как вообще Россия решает проблему отходов огромного количества возникающего мусора? Они обе работают в проекте под названием «Стоп-выброс». И, кроме того, они участвуют в работе сети «Экологика». Я думаю, что они сами смогут чуть подробнее рассказать об этих структурах, об этих организациях и проектах. Теперь с другой стороны. Слева от меня сидит Дарья Федотова, она тоже из Москвы. Дарья – одна из основательниц движения «Делай сам». Это движение поддерживает гражданские инициативы, которые организованы гражданами самостоятельно. И там, в Москве, открылся культурный центр в рамках этого движения под названием «Делай культуру». Вот в этом центре и работает Дарья Федотова. Кроме того, наверное, об этом стоит здесь сказать, Дарья издает сборник совместно с фондом Бёля. «Делай сама» называется этот сборник. В 2017 году он вышел. Я также рада приветствовать сидящую слева от меня Лилию Воронкову. Лилия – социолог и тоже активистка. Так что, с одной стороны, она может посмотреть на ситуацию и спасать птичьего полета, а с другой стороны, у нее есть еще и личный опыт участия в гражданском движении. Она уже давно работает в независимом социологическом центре в Петербурге. Может быть, кто-то из вас о нем слышал. И она занимается городскими инициативами. Она участвовала в целом ряде проектов, даже инициировала многие из них. В том числе, она участвует в научном проекте. Называется он «Claiming the public space» – «Возвращая общественные пространства». Проект этот занимается исследованием городского активизма в Петербурге и Берлине. Лилия Воронкова, мой первый вопрос вам. Я сказал, что мы сейчас хотим попробовать немножко абстрагироваться или говорить в рамках более абстрактового контекста. Что такое городской активизм? Что он означает? И одна из заявленных целей – это создание общественных пространств, установление таковых. Вопрос – а что такое общественное пространство? Что мы понимаем под этим? И в одном из интервью, некоторое время назад, это интервью было опубликовано в интернете, на Ататлине. Вы в это интервью сказали, что общественное пространство – это форум, это площадка, на которой люди становятся гражданами. Общественное пространство – это еще то, что делает группу потребителей общественностью или обществом. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду. Спасибо за представление и за приглашение. Я действительно считаю, что общественное пространство – это не застроенные пустые пространства в городе, не занятые машинами или домами. А это пространство, которое наполняет жизнь, в которых есть люди, в которых существуют процессы, которые эти люди инициируют. И настоящее общественное пространство – это такие, которые превращают горожан в граждан за счет того, что они общаются. Это становится площадкой для дебата, для диалога и для повышения ответственности по отношению к городу и к окружению, в котором люди живут. И сегодня можно сказать, что весь город может рассматриваться как общественное пространство. И именно поэтому для городских активистов это место приложения усилий, потому что, превращая, создавая инфраструктуру для общения, для взаимодействия граждан, они таким образом создают вот эту площадку для трансформации гражданина с его потребительским отношением к городу в гражданина с активной позицией действующего субъекта. А какие предпосылки должны выполняться, чтобы такое пространство появилось? Вечный вопрос про курицу и яйцо, про которое все спорят. Я, видимо, из-за того, что все-таки социолог, а не только активист, мне кажется, что во многом все идет от людей. И в последние годы мы действительно наблюдаем всплеск такого городского активизма. И вот как сейчас, может быть, в последнее время мы стали его называть, мы с моими коллегами, с которыми мы действуем вместе и обсуждаем, мы стали его называть новым городским активизмом, который имеет отличные формы от того активизма, который мы привыкли подразумевать под этим словом. То есть мы знаем, что существует протестный активизм, очень сильный в России, давно есть политический активизм. А это новый городской активизм, который объединяет в основном молодых людей, которые разочаровались в представительской демократии, в выборах. И, возможно, провал муниципальных выборов в Петербурге подтолкнул во многом их к тому, чтобы действовать. И эти люди, они, можно сказать, возглавили вот это движение и работу над общественными пространствами, на работу с отвоёвыванием права на город, которое проявляется в очень разных вещах, о которых я могу чуть позже рассказать. Спасибо. Давайте рассмотрим конкретный проект. Я хочу спросить теперь вас, Дарья Федотова. Делай сам. Если я правильно поняла, этот проект возник в 2010 году с целью объединить много разных группировок. И они действительно образовались вокруг вот этого проекта. Это люди очень разных биографий, разных историй, разных профессий. И, наверное, хороший пример такого сотрудничества – это манифест, который появился в 2012, кажется, году. Манифеста «Москва-2020». Этот текст стал ответом архитекторов, активистов, социологов на новый генплан Москвы. Основной упрёк в адрес генплана заключался в том, что этот генеральный план наследует, в общем-то, все проблемы Москвы, которые у него были раньше, и ничего с ними не делает. Скажите, пожалуйста, какие проблемы, какие темы, по мнению активистов, игнорируют официальные московские власти? Ну, честно говоря, история, которую сейчас вы упомянули, она случилась в 2012 году. Это то, с чего началась платформа городских инициатив «Делай сам». Но просто забегая вперёд, я хочу сказать, что сейчас её не существует, и она развалилась. И, собственно, вся самоорганизация, на которой держалась наша команда, ну, со временем, в общем, пришли к тому, что всё это не работает. И, собственно, что многие там идеи, о которых мы думали в том, в 2012 году, это какие-то такие, немного наивные и утопичные. Сейчас, ну, мне кажется, в деталях я вот не воспроизведу именно манифест «Москва-2020». Я попала в команду платформы «Делай сам» по приглашению уже, ну, участницы этой команды, Татьяны Честиной, эко-активистки. И тут, ну, для меня, наверное, вот, собственно, почему мне стало интересно присоединиться, сыграл роль тот фактор, что, ну, мне всегда хотелось думать о городе не с точки зрения его потребителя, а с точки зрения человека, который может каким-то образом практически его изменить. И марафон это был, ой, манифест был длинный и такой достаточно конкретный текст. Ну, в нём были пункты, которые, мне кажется, подойдут каждому городу, что в Москве нужно, собственно, городу нужно больше зелёных зон, в Москве должен быть раздельный сбор отходов, хотелось бы больше общественных пространств. То есть я не скажу детали, но просто это всё то, что, собственно, город, в котором тебе хочется жить. Я прочитала этот текст и получила приглашение своей подруги и коллеги, и всё это совпало таким образом, что я подумала, ну, вот в реализации такой, собственно, задумки я хотела бы именно, ну, лично поучаствовать. И также мне понравился тот факт, что участие в марафоне – это было выступление мне против чего-то, а за что-то. То есть у нас была конкретная повестка, и каждый человек в команде, он, ну, нашёл что-то своё вот в этом, собственно, в общем тексте манифеста, то, что ему ближе всего. Там, не знаю, в моём случае это была экологическая тематика, с которой, ну, активистская такая деятельность у меня начиналась, там, тема организации сбора макулатуры в парках города. То есть я всё это радостно делала. Ну, каждый нашёл какую-то свою часть, и в рамках марафона, ну, у нас был такой проект, марафон городских действий. В течение недели, собственно, желающие там люди подключались и организовывали в разных точках в городе практические акции, ну, чтобы решить какую-то существующую проблему. Кто устанавливал пункты раздельного сбора отходов, кто устраивал велозаезд. Ну, и вот я вот занималась макулатурой, кто чем. И, ну, это мне было близко, и показалось, что именно в таком участвовать хочется. То есть когда ты просто… Просто у меня есть такой подход, собственно, если я, ну, понимаю, чего именно, что не так, что я хочу изменить. Мне очень нравится полностью как бы продумать весь процесс и как бы добиться этого изменения. И участие в марафоне, вот активизм помог это осуществить, потому что, ну, работая где-либо, ну, даже в структуре, которая занимается управлением городом, ты не можешь свою идею вообще… Ну, я вот никогда, я работала в департаменте культуры Москвы, никогда ничего ты не можешь реализовать. Все время тысяча причин, почему это невозможно. И в итоге ты просто являешься каким-то непонятным винтиком в системе. А как бы здесь, ну, собственно, меня привлекло, да, то, что мы обсуждаем, что мы хотим, и потом мы идем, мы это делаем и видим результаты. Спасибо. Да, спасибо вам. Вы сказали, что… Работает? Слышно? Вы сказали, что вам понравилось в этом проекте вот эти новые возможности, организовать что-то, сделать сам, и что нужно для окружающей среды, и проект не против чего-то, а за что-то. Может быть, это будет интересно. И, наверное, это вопрос такой открытый, который я бы хотел обсудить чуть позже с вами, со всеми. Скажите, пожалуйста, а вот самовосприятие такой организации какой? Делай сам. Как саму себя вообще воспринимает? Это тенденция какая-то противоположная? Тенденция противоположная развитию города, официальному, классическому? Или вы считаете себя чем-то, что дополняет официальное развитие города? Каково самовосприятие организации такой инициативы «Сделай сам»? Хотела бы снова уточнить, что я буду говорить в прошлом, когда, собственно, существовала платформа городских инициатив «Делай сам», мы выступали не против чего-то, а, собственно, за что-то, и формулировали те идеи, которые оказались применимыми в городе, и их осуществляли сейчас, просто тоже, чтобы объяснить, чем я занимаюсь. Я делаю в Москве независимое культурное пространство, и Барретт, все это называется «Делай культуру». То есть это уже другой проект, но в его основе заложены принципы философии «Делай сам», почему мы вообще вот это все создали. Как раз наша дискуссия началась с общественных пространств, в Москве с ними большая проблема. И как бы они и есть, и их нет одновременно. Вроде бы и есть очень много парков городских, и программы «Моя улица», но при этом фактически ничего делать в этих местах, кроме того, как потреблять что-либо, покупать, ты не можешь, допустим, ты не можешь прийти и устроить просто свой концерт, или, не дай бог, устроить события на тему солидарности с политзаключенными, например, это точно уж не произойдет. А мы хотели, чтобы, собственно, подобные события имели место быть в Москве и создали вот это вот ДК сокращенно «Делай культуру», независимое пространство, где мы бесплатно пускаем самые разные низовые инициативы. У них либо там нет сейчас средств на аренду, либо по цензурным соображениям государственные учреждения их не пускают. Собственно, мы сами долгое время были такой инициативой, и как бы очень многие учреждения уже нас не пускали, либо брали с нас очень большие деньги. И мы создали ДК для того, чтобы поддержать подобный проект, ну, собственно, и самим иметь возможность каким-то образом работать. Ну, и то, что мы делаем сейчас, вот я делаю с Марикой, моей коллегой, мне кажется, мы просто создаем, в общем, альтернативу тому, что есть сейчас в городе. Мы не видим в нем места для себя, как бы нигде. Мы там в традиционных домах культуры, мы там активистскую конференцию точно не проведем. Как бы в город мы выйти не можем. И, соответственно, мы ищем, где вот эта зона такая, где как бы мы можем на что-то повлиять и создать что-либо, но при этом как бы не, ну, в общем, иметь возможность реализовывать свои идеи о том, какой должна быть вообще Москва, город, городская культура. Поняла. Тогда от городской культуры придем к городскому мусору. И на этом переходим к вам, Юлия Боржемская. Стоп-выброс. Ваша организация занимается, на самом деле, очень центральной, основной проблемой городского управления. Что делать с мусором, с отходами, как его перерабатывать, куда его вывозить? Это, правда, очень конкретная проблема, ее можно потрогать. Это важная задача городских властей. И самое интересное, наверное, многие из вас об этом знают, или слышали, два года уже продолжаются серьезные протесты в Московской области. Но не только в ней. Они вышли далеко за пределы Московского региона. В протестах участвуют самые разные инициативы. Но все люди говорят, хватит с нас, хватит. Вы нас засыпаете мусором, мы не можем жить рядом со свалкой. Или даже на свалке. Что интересно в этой инициативе? Интересно то, что она объединяет людей, которые политически, в общем-то, ну, пока активно никак свою позицию не выражали. Они не выходили на улицы, но вот сейчас вышли. И она объединяет еще и местных депутатов. Муниципальные депутаты тоже вышли вместе с ними на улицы. Так что вот эта вся тематика мусорная, отходная, она, видимо, объединяет людей с самых разными биографиями, с разными историями. И вы давно работаете, и вы явно собрали очень большой и богатый опыт. Это же не просто протест, это явно какое-то большее движение. И движение тоже набирается опыта. Поэтому, конечно, интересно посмотреть, как вас воспринимают на местах, на локальном уровне. Интересно людям участвовать? И, главное, местным администрациям. Интересно сотрудничать с организацией СтопВыброс? Делают они это? Спасибо за такую презентацию нашего движения, нашей инициативы. Да, действительно, движение СтопВыброс идет уже второй год. Оно нигде не зарегистрировано. То есть это чистая самоорганизация людей, население изначально мы объединяли Восток и Юго-Восток, Москвы и ближайшего Подмосковья. Но сразу решили, что наше движение должно иметь созидательный характер. И своим лозунгом, своим девизом, мы выбрали, что СтопВыброс – это движение за чистый воздух. Мы просто хотим дышать. Так, в общем-то, и написано в заголовке во всех наших социальных сетях. И СтопВыброс – это Москва и Подмосковье вместе за чистый воздух. Это очень важно, что мы выступаем за системный подход к решению этой проблемы. И вот спустя почти уже полтора года нашей активной деятельности в этом направлении, мы пришли к тому, что, ну, пришли на самом деле намного раньше, но сейчас есть четкая уверенность в том, что абсолютно все население планеты, не говоря уже о том, что все население России достойно и обязано дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть безопасные продукты и иметь свое право на экологически чистую окружающую среду. И поэтому, ну, наверное, логическим продолжением всей нашей деятельности явилось то, что в марте мы созвали, ну, не без помощи других, инициативных групп, которые также сотрудничали с нами в рамках СтопВыброса. Это более 60 инициативных групп не только московского региона, но и всей России, это и Находка, и Архангельск, и Челябинск, и Казань, и многие другие региональные, либо районные городские группы. Поняли, что уже не хватает нам СтопВыброса для того, чтобы аккумулировать всю деятельность, делиться опытом, принимать опыт. Было создано движение «Экологика», которое мы анонсируем как межрегиональное движение. Если говорить о том, что делать с мусором, много публикаций сейчас вышло на всех уровнях, от районных, региональных до федеральных. Много официальной информации есть не только, скажем так, в протестных СМИ, но и на федеральном уровне. Это пресс-релизы и заявления, доклады. ОНФ – это общий российский народный фронт. Это в Совете по правам человека при президенте. Общественная палата Российской Федерации неоднократно поднимает за последний год-полтора тему экологии, именно тема обращения с отходами. Оба наши движения выступают за раздельный сбор. Это очень важно. Движение «Раздельный сбор» давно существует на территории России, на территории Москвы и Санкт-Петербурга, и других крупных городов. Естественно, есть отдельные активисты, которые без всяких движений сами организовывают такие акции и сотрудничают напрямую с переработчиками. За свои деньги буквально устраивают эти акции. Сейчас есть возможность все это аккумулировать. И самое главное, что мы создали информационную площадку, единую информационную площадку по всем экологическим мероприятиям, которые проходят в Москве, либо за ее пределами, неважно, какой это город. У любого человека есть возможность написать предложенную новость и рассказать им сам о своей инициативе, о своем мероприятии, либо поделиться каким-то своей экологической ситуацией в регионе, и тем самым привлечь к решению этого вопроса местные и федеральные власти. Потому что мы точно знаем, что наши ресурсы в социальных сетях и наш сайт изучают и читают представители органов власти. Большое спасибо. Да, понятно, что этой темой сейчас начали заниматься. Но на местном уровне в любом случае городские власти понимают, что обойти эту тему не удастся. И кроме того, город часто сам себя воспринимает как жертву, так сказать, общей федеральной политики в сфере мусора. Но вы сказали, что вас воспринимают, вас читают. И президентская администрация, и Дума тоже не смогут обойти эту тему, тему мусоропереработки. Вопрос вот в чем. Все эти чиновники и политические организации, они воспринимают именно организацию СтопВыброс или Эгологику как некий институт, как медиум, как посредника, с помощью которого они могут говорить с населением о данной проблеме? Дело в том, что... Да, конечно, власти всегда удобнее говорить с кем-то, кого они четко видят, представлять некое сообщество, группы, которые выражают чьи-то интересы. Но я бы не назвала все-таки нашу группу организацией, которая выражает интересы большинства жителей Москвы или России. Да, мы очень мощные. Мы за год сумели набрать достаточно много. Сколько у нас сейчас подписчиков? 30 тысяч или сколько там? В общем, те, кто постоянно читает наши ресурсы, люди к нам обращаются за какой-то информацией, а вот что делать, если у нас свалка, а что делать, если у нас что-то еще происходит, думая, что мы каким-то образом представляем какие-то структуры, которые могут этот вопрос решить, потому что им, в общем-то, часто некуда обратиться. И власть вынуждена с нами общаться, считаться, потому что нас слышно. Вот то, о чем говорили в прошлой сессии, то есть есть вот эти вот рычаги некоторой информационной, которую мы сумели создать, нас слышно. Да, нас, они вот скорее вынуждены с нами разговаривать. И они с нами разговаривают. Они приглашают нас на мероприятие. Мы задаем острые вопросы, но приглашая нас на мероприятие, часто просят выступать просто как жителей, а не как организации. Такое бывает. Ты задаешь острый вопрос, в ответ такой недоуменный взгляд, но зато, вот, например, последний раз было тоже совещание по воздуху в Москве. Воздух в Москве ужасный. К сожалению, сейчас он ужасный. По многим показателям, и это, в общем-то, можно посмотреть на сайте МОСАКО-мониторинга, но вот МОСАКО-мониторинг, в частности, вот не всегда такой считает, что вот воздух плохой. И на мероприятиях говорит нам, например, следующее. Ну, знаете, превышений-то, в общем-то, таких глобальных-то нет, в принципе, нормально, нет, но все хорошо. После дискуссии с нами, на следующих там и постах в социальных сетях от нашей группы, с фактами, вот, фотографий газоанализаторов, которые есть у нас, и других материалов, выходит текст о том, что экстремально высоких превышений не фиксируется, но это разница. Нет превышений, нет экстремально высоких превышений. Хотя я вообще не понимаю, что имеется в виду под сломами экстремально высокие превышения. Это что, это когда все уже умерли, или как это вообще? Вот, поэтому они реагируют, все-таки реагируют, и там, какие-то выпускают доклады о том, как обращаться с отходами в крупных городах, видя реакцию, и мы же аккумулируем не только, кстати, не только граждан, с нами общаются действительно крупные эксперты в этой области, которые при помощи нашего посредничества выходят и доходят до власти, и пусть могут донести какую-то информацию, их никто же до этого вообще не слушал. Ну или там в науке где-то они исследования свои делали, а сейчас вот они слышны. И мы, конечно, надеемся, что вот эта информация, потому что проблем-то у нас ведь не только в том, что вот эти свалки, их много, да, Россия каждый год прирастает на свалку территории, ну вернее, сумма всех свалок, она равна территории Москвы, говорит, ежегодно. И, конечно, это проблема. Но в качестве решения проблемы, ведь нам предлагают построить мусоросжигательные заводы, но не такие, как в Германии. В два раза меньше степеней очистки, в два раза или в три раза больше мощность и сжигание всего несортированного. Поэтому, безусловно, то есть и здесь мы вынуждены опять экспертов привлекать и говорить, вы хотите решить нашу проблему, да, я понимаю, это здорово, но вы ее решаете так, что вы вообще нас угробите. Поэтому у нас роль еще и каких-то посредников для экспертов возникает. Да, Юлия Бажемска тоже только что сказала, что ее инициатива, так сказать, не зарегистрирована официально. Это, скорее, неформальное движение, но очевидно, что это движение очень популярное. Вопрос, как вы сами себя рассматриваете. Вы все равно скажете, что вы посредник между населением с одной стороны, которая страдает от обилия мусора, и административными государствами, политическими структурами с другой стороны. Вы считаете это своей задачей, быть посредником, вот эту посредническую функцию выполнять? Ну, вы знаете, по факту получилось так, что мы из движения ГРАССРУЦ, да, такого классического, очень быстро переросли, вот, наверное, да, вот в такая у нас сейчас задача, а потому что больше некому. Мы вынуждены этим заниматься. Да, согласна. И я считаю, что, но не только в этом есть наша задача, что вы нам присылайте, да, там, делитесь своими проблемами, а мы там их опубликуем, или там вот покажем, всех смогут прочитать, там, все органы власти или другие люди, узнать, какая у них экологическая ситуация в своем районе. не только в этом наша задача. Задача, ну, даже это не то, чтобы задача, мы не ставили себе никаких задач, кроме вот чистого воздуха, когда все это начинали, да, там, с нескольких сначала людей, когда это все очень быстро набирало обороты. Мы не ставили каких-то задач быть посредником или там еще что-то. Но сейчас мы видим, что наше взаимодействие, наша вот эта все равно внутренняя созидательная функция, прежде всего, да, что мы боремся за лучшее, за чистый воздух. Чем больше, чем дальше мы развиваемся, чем дольше живет наша инициатива, тем более подкованными в плане гражданского самосознания, в плане экологических каких-то, пусть даже там теоретических основ, становятся более подкованными люди, которые нас читают, которые с нами взаимодействуют, которые могут что-то делать у себя на местах. Кто-то, являясь, ну, участником или активным, да, волонтером, там, движение «Стоп-выброс» или движение «Экологика», мы, а может быть, мы даже и не знаем, что человек конкретно кто-то в регионе, да, но вот он внутренне думает, вот, да, действительно, молодцы, и я вот тоже являюсь активистом. Любой человек, который с нами общается или делится информацией и считает, что он часть нашей большой команды, он может идти дальше и уже своим личным примером нести это гражданское самосознание дальше и, например, заниматься образовательной деятельностью, да, рассказывая детям, подросткам, молодежи, более старшим поколениям людей о том же раздельном сборе, либо вести, допустим, деятельность, как вот Арсен говорил по поводу муниципальных выборов либо других любых выборов, вести наблюдательскую какую-то активность, да, то есть проявлять свою гражданскую позицию не только в рамках стоп-выброса, либо в рамках экологики, да, там стоять в пикетах, либо приходить на согласованные другие какие-то мероприятия, но он чувствует в себе силы, да, что он может и дальше, уже дальше что-то делать самостоятельно, либо образуя свои какие-то другие движения и инициативы, потому что я сказала в самом начале, что более 60 инициативных групп, это только по нашим, ну, можно сказать, формальным, да, спискам, когда вот мы созывали экологический конгресс, то это вот все образовалось в списке 60 инициативных групп, но при этом читают нас намного больше людей, кто-то не принадлежит никакой группе, но каждый из этих инициативных групп это тысячи человек, в Архангельске это 30 тысяч человек, в Коломне это 11 тысяч человек, только подписчиков не... Дарья Федотова... Большое спасибо. Дарья Федотова, вот скажите, вы, когда слушали то, о чем говорила Юлия, вот она описывала, как из очень конкретной задачи, из проблемы мусора рождается общественно-политическое движение, потому что вы сказали сами, практически вы занимаетесь просветительницкой деятельностью и так далее. Делай культуру, делай сам, занимается, наверное, другими темами, это скорее более такой креативный кластер, креативная сфера. Как вы считаете, вы все равно похожи на них в самом самосознании, в программе, которую вы преследуете? Ну, я думаю, что тут мы, видимо, переходим к теме, есть ли в принципе какая-то общность, единая повестка у низовых инициатив российских, и, собственно, мне кажется, она есть, но она просто именно открыта, именно такими словами никто не говорит, и в любом случае это демократизация общества, и просто каждая группа работает на каком-то своем поле, из коллег волнует тема чистого воздуха, загрязнения, свалок, и они занимаются именно этим ответвлением темы, и в этой области ведут свои работы. Но нас очень волнует, что нет бесцензурных пространств в городе, и мы пытаемся что-то делать в этой области. То есть, ну, я думаю, в этом плане, конечно же, глобально, общее у нас есть, потому что и мы, и Стоп.Выброс — это низовая инициатива, которая сформулировала для себя какую-то цель работы, и следует ей своей деятельности. Можно я дополню? Потом Виктория. Хотела сказать, что если мы говорим про что-то похожее с Дарьей в нашей деятельности, то уж точно похоже то, что и мы тоже дружим и общаемся с Татьяной Чистиной, и есть другая организация, которая также занимается экологией в Москве и в России. В целом это всероссийская организация, общественная, зарегистрированная, которая проводит многие мероприятия при поддержке правительства Москвы, в том числе и некоторых коммерческих, крупных компаний, не буду говорить. Поэтому многие активисты, ну уж по крайней мере, наверное, в Москве или в московском регионе, и думаю, что и в России тоже, так или иначе, они всё равно в каком-то общем пространстве, пусть может быть и виртуальном, либо каком-то кулуарном, не вот физически в каком-то помещении, а вот по своим мыслям и действиям они всё равно объединены. Я думаю, что так. Ну да, ну наверное, ещё вот вы спрашивали это к тому, что, ну, к моему первому комментарию про разделение на инициативу за и против чего-то, ну и от каких проектов, собственно, мы отличаемся. Ну, наверное, немного, ну, наш проект будет разный с проектом, который выступает, например, ну, к примеру, проект, который борется с пытками, то есть против чего-то, или против коррупции, то есть есть какой-то такой, ну, скажем так, враг, и понятно, что это вообще такое опасное какое-то явление, проект ему противостоит, но когда вот наконец-то там случится это, и враг будет побеждён, ну, как бы вот что будет дальше? Ну, то есть и те, и другие проекты имеют право на жизнь и очень нужны, просто, ну, вот наша сфера, она такая, как бы мы ставим себе, идём, грубо говоря, к какому-то положительному результату, который мы себе нарисовали, ну, стремимся к нему. Я хотела бы просто, может быть, перечислить такие общие черты нового активизма, и вот обе инициативы, мне кажется, прекрасно в него попадают. Ну, во-первых, новый активизм, он ценностно-прагматический, то есть он стремится к реализации совершенно конкретных целей, и они базируются на совершенно определённых ценностях. И город в этом плане выступает такой мега-ценностью. Город в широком смысле – это не только пространство, это и экология, и косоциальные группы, и так далее. То есть это как бы такая очень широкая площадка. Новые активисты превратили инициативы впротив в инициативы за. Они выступают и предлагают что-то, а не просто борются там против чего-то. Новые активисты, они лёгкие, они применяют то, что называется софт, такие мягкие методы. Они заигрывающие, они приглашающие. Посмотрите, какими методами они пользуются. Это какие-то ролики, это как Инстаграм, ещё чего-то. За счёт этого они являются очень притягательными для большого-большого количества людей, которые тоже разделяют эти ценности, потому что все хотят жить в чистом городе, все хотят иметь, не знаю, доступ к общественным пространствам, к воде и так далее. Новые активисты не создают организации, потому что это утяжеляет их. Это ассоциации, которые очень легко собираются, пересобираются в разных, совершенно разных проектах. Как вы сказали, вы нашли сразу же общие, да, людей, вокруг которых собираются проекты. Спасибо, да, к этому аспекту я хотел бы сейчас обратиться, что здесь мы имеем дело с гораздо более неформальными структурами, но сначала хотела бы дать слово «Виктория», пожалуйста. Я тоже хотела как раз сказать о неформальности, потому что действительно гораздо легче действовать, да и мобильнее намного. Но еще важный момент, вот как раз Дарья сказала, что мы создаем свое пространство, потому что в иных местах цензура присутствует. У нас та же история, мы этим тоже очень похожи, потому что на экологическую тематику официальных, и в большинстве СМИ в России есть цензура. И невозможно вот там в каких-то крупных изданиях вот так вот опубликовать информацию о митинге или там после митинга, или о каких-то серьезных проблемах. Мы вот и выступаем этим информационным ресурсом, который заменил фактически вот эти вот все... Ну не заменил, конечно, но является хорошим дополнением. Вот так вот мы, причем мы вот именно в позитивном ключе, то есть мы создали свою точку доступа, вот, и она работает. Спасибо. Вальтер Кауфманн Вальтер Кауфманн Да, в начале мы говорили о том, что имеем мы ли дело здесь с модернизацией снизу. Модернизация означает всегда приобретение некого нового качества у общественного активизма. И я вот хотел бы вернуться к этому аспекту, он мне кажется очень интересным. По-моему, действительно, мы чаще и чаще сталкиваемся с неформальными структурами. В начале 90-х годов в России было основано большое количество некоммерческих организаций, которые сильно поддерживались из-за рубежа. С одной стороны, ноу-хау, с другой стороны, финансами. Большинство из вас в курсе, что как раз в сфере финансовой поддержки сейчас все осложняется, в частности, из-за закона об иностранных агентах, которые усложняют получение денег из-за границы НКО. Бывший руководитель офиса фонда Бёля, Йен Зигерт, писал в своей статье, что это никоим образом не означает, что активность этих организаций падает или останавливается. Он провел очень интересное сравнение, сказал, что это как будто бы две разнонаправленные тенденции, если посмотреть на развитие в Германии и в России. Он привел пример гражданских реакций в 70-х годах. Наверное, кто-то из вас знает статью, на которую я ссылаюсь. Как раз в 70-е годы началось активное общественное движение в Германии, возникали неформальные сети гражданских организаций, из которых потом, в 80-е и 90-е, в Германии выросли очень профессиональные НКО. И сегодня эти организации играют очень важную роль и делают очень важную и полезную работу. Ян Зигерд утверждает, что в России в определенной степени можно говорить о развитии наоборот. Вы все начинали в 90-е годы. Действительно, это было довольно все формализовано. Организации, настоящие, НКО. А теперь мы видим, что появилось широкое общественное движение, которое находится вне формального сектора. Не зарегистрировано, не формализовано. Вот вы, Лилия, как социолог, вы согласитесь с этим тезисом? Действительно, для России это наблюдение, верно? Я состою в нескольких ассоциациях, которых не существует. И лозунг у нас такой, нас нет, следовательно, нас не уничтожить. И таким, ну, действительно, сейчас нет смысла регистрировать организацию для того, чтобы не подставлять себя под какой-то там удар. А ассоциации, они как бы существуют за счет социальных сетей во многом. И они легко-легко перерастают в большие движения, в меньшие движения. Это как такая гибкая текучая масса, которая соответствует вот этому постмодернистскому тренду, который описывал Бауман. Когда общество текучее, то и, соответственно, организация, которая будет в ней успешной, она тоже должна быть гибкой и текучей. И в этом плане тяжелые структуры, они перестали быть актуальными. Никто не мешает реализовывать проекты. И без всяких организаций люди находят всякие способы, как выкручиваться. И вот я хотела бы тоже прокомментировать, что и способы теперь другие. То есть теперь не митинги, а фестивали, например. То есть новые активисты, они перевернули вот эту как бы всю логику с ног на голову. Они уходят все больше от вот этих вот как бы структур модернизма и придумывают новые какие-то действия в совершенно перпендикулярном направлении. Ну хорошо. Вот в последней секции из публики прозвучал такой вопрос. Стало понятно, что вы в России сталкиваетесь с системой, в которой явно очень высоко политическое давление. И финансовая ситуация непростая, с финансированием тяжело у НКО. Но вы все равно считаете, что то, что сейчас вы наблюдаете, это может быть процесс созревания, процесс эмансипации общества, несмотря на тяжелое сильное давление, или может быть как реакция на это давление. Ещё одна черта современных активистов, о которых я не успела сказать, это стремление к диалогу. Это высокообразованные люди, которые бесконечно повышают свой профессионализм, и они учатся, они понимают, что для того, чтобы быть успешными, для того, чтобы реализовывать свои идеи и проекты, как мы помним, это ценносно-ориентированные люди, они понимают, что город – это сложная система, и они существуют в этой системе не одни. Что есть власти, есть крупный бизнес, есть люди с другими интересами, и успешный активист – это тот, который умеет общаться на всех этих различных языках. И они учатся диалогу, идут, например, устраиваются в комитеты, в чиновники, для того, чтобы изнутри понять, как действует система, или идут в бизнес для того, чтобы понять, как работает бизнес. И потом, выходя обратно к своей активистской какой-то идее, и стремясь воплостить проект, они образуют диалог, который двигает это с мёртвой точки. И мы, например, видим, что власти реагируют на это довольно позитивно, и появились какие-то новые шаги. Например, это о комфортной среде, о том, что любой проект по развитию пространства должен включать мнение людей. То есть партиципация теперь уже стала неругательным словом в России, а государства или государственные власти научились пользоваться этим словом, и они пока не знают, какие механизмы включения действительно существуют и как правильно ими пользоваться. Пока это в основном манипуляции. Но активисты, они же не спят, они как раз работают над тем, чтобы эти механизмы включения заработали и идут на диалог в этом плане. Спасибо, это очень интересно. То есть это фактически означает, что благодаря многообразию инициатив, которые сейчас существуют в России, все-таки что-то меняется в отношении государства и общества. Может быть, мы можем это обсудить в ходе дискуссии. Прежде чем я эту дискуссию открою, я все-таки хотел бы еще раз вернуться к исследованию, в котором вы участвовали в рамках программы «Claiming the Public Space». Вы исследовали и сравнивали инициативы в Петербурге и в Берлине. Мне кажется, исследование еще идет, но все равно было бы интересно услышать от вас, какие есть результаты и какие есть различия, есть ли они вообще у этих инициатив в двух городах. Ну, есть исходства и различия, конечно. Мы с Олегом Пучковым написали статью о том, что в Петербурге мы наблюдаем больше тактические шаги активистов, которые только пока нащупывают почву, делают такие акупунктурные уколы в разных частях города, которые, возможно, в будущем приведут к чему-то большему. И они начали себя уже осознавать как класс для себя, если перефразировать Маркса. В Германии этот путь, в общем-то, уже пройден, и здесь активизм такой уже больше стратегический. Но, с другой стороны, что мы наблюдаем и там, и там, это недоверие к представительской власти и желание как бы лично принять участие в решении о своем городе. И в этом плане, конечно, наиболее впечатляет это движение вот этот Темпельхофф, когда люди, несмотря на свою принадлежность к какой-либо партии или на какие-то свои политические взгляды, объединились и на уровне города огромное количество людей проголосовали на референдуме за свободу от застройки поля, потому что для них это ценность. То есть ценность в этом плане, ценность городского пространства гораздо важнее, чем то, к какой личной группе я принадлежу. Арсен вот тоже сказал, что православные русские выходят и протестуют против строительства собора, потому что общественное пространство, зеленое пространство – это важнее. Для них это тоже такая мета-ценность. В Петербурге тоже происходит объединение совершенно разных людей с разными взглядами за пространство. Это, например, сейчас активный кейс «Парк на Смоленке», который объединил разные группы активистов и политиков, и бизнесменов, потому что для них тоже не все равно, в каком городе мы живем. Я думаю, что город как потенциал, как ценность, он обладает возможностью превращения или стать политической площадкой, в греческом смысле этого слова, для развития прямой демократии. Спасибо. Ну что же, есть ли вопросы у вас, уважаемая публика, комментарии? Есть ли у нас микрофон? Да, отлично. И мы собираем снова несколько вопросов, как в прошлый раз. Как сказал господин Фосвинкли, пожалуйста, комментарии, пожалуйста, покороче. Вопросы тоже, чтобы все-таки у нас как можно больше людей высказалось. «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, радиостанция, сейчас временно на «Дочи Вэля» в Бонне. Мы слышали историю того, как люди оказались против очень благой инициативы в предыдущем блоке. Сталкивались ли вы с возражением? Но все-таки, мне кажется, в нашем обществе сильно вот эта мая хата с краю, и меня отлично не касается. Ну, пожалуй, я не буду выступать. И как вы с этими возражениями боретесь? Ну, и как не опускаются руки, потому что, я знаю, многие общественные организации эту стадию проходят. Кто-то удачно, кто-то нет. Спасибо, еще. Олеся Лукман, и у меня к вам конкретный вопрос, прежде всего, с огромным уважением ко всему тому, что вы делаете в России. Скорее всего, вы знаете, что в Подмосковье есть город Зарайск, где около месяца назад открыли первый на территории Подмосковья мусоросортировочный завод. Из-за того, что система полностью не работает, фактически этот завод, ну, это свалка. Есть общественное движение, как бы есть его лидеры, которые, ну, их уже как бы привлекли к суду. Они должны заплатить штраф за то, что они устроили митинг, на котором либеральная демократия произнесла как бы, ну, лозунг, что давайте губернатора Подмосковья уберем. Вот, за это, ну, как бы его тоже осудили. И смысл всего этого дела, что по факту в России, вот на мой взгляд, и что вы об этом думаете, палочка о двух концах. Власть как бы пытается хоть как-то наладить раздельный сбор, не обладая абсолютно никакими практическими навыками о том, а как же это сделать, и нету вообще нормальных инженеров, которые могут, ну, мягко говоря, знать, как батарейки от биомусора вообще отделить нормально. И одновременно с этим в этом же городе, вот, когда, ну, пришло указ сверху, что вот завод построят, да, одновременно выделились деньги из фонда президента Российской Федерации, что, ну, общественное пространство в Зарайске будут налаживать, но по факту получилось то, что мэр, которого сейчас убрали, над которым ведется суд за махинации, да, как бы финансовые, он вот этими деньгами на общественное пространство, да, как бы он сказал, ну, вот хорошо, у вас есть теперь мусорный завод, ну, давайте хоть площадь какую-то сделаем нормальную. В итоге поставили около леса клумбу, а около двух миллионов рублей потратили на то, чтобы вывеску города сделать из камня. Вот считаете ли вы это, ну, как бы общественным пространством? И, конечно, ну, к вам, Дарья, такой вопрос. Вы знаете, город культурный, он, как бы, ну, вот 4 ноября празднуется в России, он, вот, как сказать, ну, это был город, который Русь защитила татаро-монгол, вот Пожарский, это именно из этого города. И, к сожалению, городу говорят, ну, вы же такой маленький город, у вас ничего, кроме культуры, нет. А вот ни одного фестиваля в городе организовано не было. Спасибо. Вот что вообще в этой ситуации городу делать? Потому что... Спасибо. Сначала вы, а потом Вальтер Каффман. В микрофон говорите, пожалуйста. Первый вопрос Юлии и Виктории. Вопрос вот какой. Через три года упаковки пластиковые, маленькие пакеты, то есть все, что относится, как бы, к глобальной проблеме, то, что очень часто выкидывают мимо урны, частенько, да, то есть, в принципе, это сократится. Думаете ли, возможно ли это так же в России? И второй вопрос. В Крыму, в принципе, у нас есть уже раздельные контейнеры, но люди, общество, они не очень активно реагируют на контейнеры и не заморачиваются, в принципе, сортировкой мусора. И еще один вопрос Дарьи. Я не знаю, слышали ли вы проектов в Берлине, альтернативные художественные выставки, как The House, Vandalism, то есть это тоже как бы связано с инициативой Reclaim Your Space. И, в принципе, как альтернативные фестивали для художников, представителей культуры, танцоров. Возможно ли это в России и на более масштабном уровне, не на государственном или только на инициативном? Будет ли это преследоваться, запрещаться или, как вы думаете? Спасибо. Вопрос вот какой. Вот эти инициативы снизу. В долгосрочной перспективе модернизация, это получится благодаря этим инициативам? Какие-то политические шаги будут? Изменится ли процесс принятия политических решений? Элла Паньях сказала, что государство все еще архаически очень реагирует на какие-то другие вот инициативы. И самое архаичное, что я видел, это четырехчасовые или шестичасовые прямые линии президента с населением. А потом кто-нибудь из Томска описывает, что у него проблемы с жильем, или кто-то в Архангельске говорит, что у них проблемы с мусором в городе на прямой линии с президентом. Президент по телефону сразу, лучше прямо в прямом эфире, звонит губернатору тут же, или там увольняет его моментально, или ругает его перед камерами, и проблемы вроде как урегулировать. То есть вот такой добрый царь, который наказывает плохих бояр и все организует, и исправляет то, что там бояре на местах натворили. Скажите, пожалуйста, это все еще популярно? Как реагируют на это вот все, на эти телешоу? Их все еще смотрят? Это все еще инструмент? Это все еще для людей инструмент дозвониться до самого верха, попасть на прямую линию с президентом, чтобы проблема решилась. Поскольку силен этот патернализм. Еще один вопрос. Вот это интересно было про прямую демократию. У нас тоже прямая демократия – такое очень спорное понятие, спорная концепция. Очень часто сторонников прямой демократии упрекают в том, что она не учитывает сложности процессов в предыдущих обществе. Например, Темперехов, вот это поле летное. Да, конечно, этим благополучным гражданам хотелось сохранить красивый зеленый парк, им-то хорошо живется, а вот те, кому квартиры теперь не хватает, потому что его не застроили, негде будет жить. И они про них не подумали. Противоречия интересов. Как их вот урегулировать? Есть ли уже какие-то новые методики урегулирования конфликтов интересов? Как можно урегулировать противоречия? Спасибо. Теперь мы, наверное, перейдем к заключительному раунду. Я прошу вас всех отреагировать на те вопросы, которые либо вам напрямую были заданы, либо на которые вам хотелось бы отреагировать. Виктория, давайте начнем с вас. Давайте с конца. Вот по поводу, частично, наверное, отвечу, по поводу доверия и вообще насколько на эту манипуляцию сейчас вообще реагируют, я имею в виду телевизионные, так сказать, передачи. К сожалению, 85% населения по последним опросам Левада-центра, это был буквально октябрь, получают основную информацию с телевидения, особенно новости, ну и, конечно, здесь и ток-шоу. Но доверие падает где-то, они посчитали, сейчас точную цифру не скажу, но примерно на 30% упало доверие, но он все равно еще очень высоко, это порядка половины, наверное, общества. И в этой ситуации очень сложно действовать, потому что ты, как бы, говоришь совершенно противоположные вещи. Но с нашей, если брать нашу тематику, все несколько проще. Вот буквально последний, ну, правда, это не совсем телевидение, но тем не менее, у нас установили плакаты большие, прям огромные билборды «Москва – город экологического благополучия». Вот. И вдруг на следующий же день, ну, часть точно на востоке, юго-востоке Москвы опять началось, ну, я бы сказала так, дурно пахнуть. Вот. И не надо ничего больше объяснять. То есть, таким образом, в нашей теме мы как раз можем преодолевать в какой-то степени эти вещи. Вот. Что вот касается вашего вопроса по… да, наверное, вернусь еще к модернизации все-таки, да, вот ваш был вопрос про модернизацию. Думаю, что это возможно. Почему я так думаю? Я сама как раз выросла из тех движений, которые возникли в 90-м году. Я очень давно в экологическом движении и поработала в разных НКО. Я помню то время, когда мы обращались к москвичам по решению различных проблем, ну, или, там, прийти на митинг где-то, где-то в чем-то помочь. И… А в Московской области вообще никого не было. То есть, просто не было активистов. То, что вот Юля упоминала, мы в прошлом году собрали конгресс. Это просто за месяц, меньше, чем за месяц, 60 групп, ну, это, правда, конечно, не только область, но очень многие были оттуда. Ну, ведь каждая группа – это тысяча людей практически. И это феномен, это просто такого никогда не было в России. Это что-то это значит. Значит, сейчас идет какое-то развитие, и надеемся, что все-таки, поскольку, вот, учитывая феномен этого нового активизма, оно, возможно, к чему-то и приведет. По поводу пластика, вот, то, что вы задавали вопрос сокращения, да, я так понимаю, запрет какой-то. Сейчас есть ряд инициатив от общественности, как раз-таки они исходят, и в том числе, вот, крупные организации, Greenpeace вот продвигает подобные инициативы, мы их поддерживаем, и считаем, что возможно запретить частично хотя бы часть пластика, какой-то вид пластика, по крайней мере, полиэтиленовые пакеты, возможно, мы сможем запретить и хотя бы бесплатную раздачу, и в торговых сетях их использование. Ну, возможно, там какие-то, как вот у вас тоже, там, где-то фасовочные сохранятся. Замена на бумажные пакеты – вопрос непростой, потому что здесь тоже целлюлозно-бумажная промышленность вовлечена, и это тоже загрязнение, которое от них, от целлюлозно-бумажной промышленности, оно тоже очень большое, и здесь как бы спорно, что лучше. Мы говорим о том, что вот замена, либо просто сокращение бездумного использования, и плюс замена на вот эти многоразовые сумки максимальная. Вот, об этом мы, конечно, говорим, и вот вы еще что-то… Да, по поводу, вот это очень такой вопрос, часто говорят, раздельный сбор мусора, вы сейчас повторили основной аргумент нашей власти, люди не будут разделять отходы. А как они будут разделять, если у меня около дома стоит контейнер, ну, правда, на две фракции там, то есть все, что сухое и все, что мокрое, да, грубо говоря, они предлагают складывать. Но кроме меня, я практически уверена, никто в нашем доме 16 этажей не знает о том, что этот контейнер вот нужен для того, чтобы туда класть четыре фракции. Есть табличка, она появилась после того, как мы обратились в управу, там, в ряд других организаций, попросили все-таки поставить какую-то табличку, потому что было написано просто пластик, какой пластик, что, вообще непонятно. Сейчас четыре фракции, но люди все равно, они… А это же написано так, что они не видят и не читают. Они вообще, даже если спросите, как выглядит контейнер для мусора около их дома, они вам не ответят. То есть вот как раз мы вынуждены заниматься тем, у нас были такие проекты, что мы вот как раз рассказываем людям, что такое раздельный сбор мусора, как это вообще происходит. А вообще-то в Москве он должен начаться с 1 января 2019 года. – Ага. – Извините. – Извините. – Большое спасибо. Либо мы хотим еще дать возможность и другим участницам дать возможность ответить. – Ну, я чуть-чуть дополню по поводу пластика и РСО. Мы активно, самостоятельно на наших ресурсах выделяем специальные разделы, посвящаем этой теме большое количество постов и публикаций. И в том числе в СМИ всегда затрагиваем эту тему и на всех наших публичных мероприятиях. Мы призываем людей именно к рациональному использованию, к осознанному потреблению, к отказу от пластиковых пакетов. И все больше людей приходит на так называемые текстильные холщовые сумки либо авоськи. В Москве во многих, скажем так, одежных магазинах можно встретить в аксессуарах уже эти авоськи. И действительно, это такой общий тренд. Что касается РСО и самосознания людей, что это такое, да, очень многие люди действительно еще пока не знают, что это такое. Но буквально вот на днях я разговаривала с приятельницей, которая много путешествует, а в России много людей, которые путешествуют, которые смотрят, что вообще происходит в мире. И не просто смотрят, как смотрящие какие-то, они участвуют в процессах, в мировых процессах путешествуют, не просто приезжают в отель на All-Inclusive, да, они знают, как пользоваться всякими ресурсами, там, не знаю, бронируют квартиры и живут так же, как европейцы, как американцы, как, не знаю, азиаты. Куда бы они ни приехали, они не могут жить, как обычные граждане той страны, где они существуют. И я услышала такую фразу, что, ты знаешь, Юля, я вот начала отдельно складывать стекло и отдельно складывать пэт-бутылки, потому что вот ко мне пришло осознание, что я так себя больше чувствую человеком. У меня настолько вот эта фраза, ну, понятно, что это логично и что это правильное поведение, но вот эта вот фраза настолько была всеобъемлющая, при этом эмоциональная, я начинаю себя больше чувствовать человеком, когда я думаю об экологии, когда я действительно приношу пользу экологии своей стране и обществе и планете в целом. Это очень важная мысль. И то, что, возможно, наше правительство пока номенклатурно объявила, да, что в московском регионе с 1 января начинается РСО, мы все-таки наставим на всех наших совместных встречах, выступлениях и всех наших публикациях, что кроме заявления о том, что он необходим и что он стартует, нужна, конечно, огромная пиар-компания, огромная работа по информированию и оповещению населения не только о том, что, и не столько о том, что это, во-первых, необходимо, но и о том, как это делать правильно, и что на самом деле разделять легко. И сейчас в Москве разделять модно. Если ты говоришь о том, что ты разделяешь отходы, то, ну, на самом деле это воспринимается как тренд, и мы и в этом смысле в том числе продвигаем вот эту полезную инициативу. Спасибо. Дарья. Ну, постараюсь на все вопросы кратко ответить. Ну, касательно фестиваля в Зарайске, ну, собственно, когда вот мы что-то организовывали, или мне чего-то хотелось, я просто, ну, шла и это организовывала. Мне хотелось фестиваль документального кино, и вот мы проводили его. Хотелось альтернативную конференцию о городе делать, мы ее собирали. Также появился ДК. Мне кажется, просто вы, вот, если живете там, можете организовать. Если не живете, то тот, кто там живет, собственно. Ну, вот с чего все начинается, вопрос, на мой взгляд, с инициативы личной. Ответ, в общем, такой, может быть, про альтернативные фестивали. Вот, возможно ли они сейчас в Москве. Ну, вот мы сами, собственно, своей командой такие фестивали проводим. Я вот сейчас упоминала фестиваль документального кино, мы проводили, делай фильм, назывался. Но, как бы, подобные, конечно, инициативы возможны, но явно там вот они не будут исходить от чего-то, связанного с государством. Потому что, когда государство что-то организует, она тут же, как бы, подменяет вообще смысл всего происходящего. И в итоге, как бы, это абсолютно, как бы, не является альтернативой никакой, а просто является таким, как бы, ну, фейком, каким-то имитацией. То есть, ну, в Москве, конечно же, ну, я живу в Москве, я про Москву говорю. Есть и альтернативная музыка, альтернативная мода. Просто вот все вот эти явления, они, ну, никаких огромных масштабов. Просто нужно, не знаю, знать места, знать людей, понимать, что происходит. И если что-то интересное, то всегда такое событие, ну, можно тоже создать, собрать. И оно есть, но в очень небольших масштабах. Ну, поддержки этим штукам, потому что, ну, практически нет. Это все там на энтузиазме происходит. Опять же, для них вот, для подобных вот штук мы создали ДК-место, собственно, где вот альтернатива может вообще себя, ну, найти, имеет место быть. И вот я так шла, частного к общему, про то, вообще, можем ли мы в своей деятельности что-то изменить. Ну, конечно, сложно сказать. Просто, ну, я вот занимаюсь активистскими проектами с 2012 года. И как будто вот смотришь, что-то меняется. Но ощущение, что в худшую сторону. И в основном, вот когда, допустим, все вот наши какие-то штуки, идеи, там, каким должен быть городом, что мы наблюдаем, мэрия просто берет их, как бы как-то трансформирует, реализует, называет по-другому смысл, полностью как бы заменяет из этого. Но, ну, получается такая ситуация какого-то, не знаю, у меня какая-то метафора, что это какой-то тотальный такой театр, там, театральные декорации. Вот якобы действительно вы же хотели велодорожки, ну вот там они какая-нибудь одна-единственная велодорожка, которая заканчивается тупиком. Ну и примерно так во всех сферах, вы же там хотели вовлечения граждан, все как бы про это говорили, вот вам активный гражданин, платформа, участвуйте, там, голосуйте, но проблемы там выносятся вообще, ну, неважно, там, что посадить около подъезда, тополь или березу. А как бы то, что реально волнует людей, это никто обсуждать, ну, собственно, не хочет и не будет никогда. Поэтому, ну, мне кажется, вот активистские проекты, которые часто я участвую, есть в Москве другие, мы как бы в режиме существуем таком ожидания и выживания, мы, ну, я не вижу, как мы можем вообще глобально как-то поменять сложившуюся ситуацию, пытаясь уже вот это, в принципе, сделать много времени. У меня ощущение, что каждый может поменять что-то там в своей сфере, можно поменяться самому, можно там, ну, поменять много там, ну, как сознания, не знаю, других людей, ну, наверное, мы просто ждем какого-то, не знаю, окна возможности какого-то такого большого кризиса, когда уже можно будет свои задумки реализовывать. И, собственно, то, что мы сейчас делаем, это какую-то, ну, формируем гражданскую среду, и наступит момент, когда все это пригодится. А сейчас мы, ну, мы выживаем, и каждый день, собственно, мы не знаем, будем ли мы, вот мы в своем пространстве, не знаем все время, будем ли мы работать завтра или не будем, опять кто-то придет нас пытаться закрыть. Я говорю, ну, мы просто живем вот сегодняшним днем, и такая вот наша российская реальность. Вот, по-моему, так. И еще один вопрос как раз про проблемы и про непонимание, собственно, людьми нашей деятельности. Вот нас тоже такое, да, собственно, постоянно сталкиваемся. В новом месте мы открыли ДК, это в центре Москвы, Милютинский переулок. И там у нас просто такой очень тихий, так сказать, дворик перед нами, где расположены две кальяны. И, конечно же, появлением просто небольшого заведения на 80 метров с разными культурными событиями очень напугало всех наших соседей. На первую неделю у нас просто каждый день приходили разные люди и угрожали, что именно они нас закроют и выдавят. Это проходила кальяная напротив, вторая кальяная сбоку, жилец дома напротив, чоп, который охраняет почему-то этот двор, хотя это вообще общественная территория и город, но он как бы говорил, что она частная территория, все просили у нас деньги. И, в общем, да, конечно, и что пугало людей? Собственно, в Москве, вот в городе, как городская культура, все это функционирует, людей пугают другие люди. У нас вот бар на первом этаже, вход с улицы, и перед входом на события стоят люди, общаются, там, разговаривают, курят, ворсают окурки, мы их подметаем, и вот жалобы пытались понять, а что вам вообще не нравится? Вот кальяны говорят, вот нам не нравятся все эти ваши люди, они вот вообще не такие, какие-то странные, к вам входят люди, и вообще их много. Я там другая кальяна утверждала, что вывеску мы их загораживаем, ну, то есть вообще всем все равно, что ты делаешь какое-то там полезное дело, как бы, ну, это как понятно. Ну, в принципе, на самом деле даже не важно, если мы делали просто бар, вот, ну, в Берлине таких полно, что там люди стоят перед баром, общаются, и как бы заходят внутрь, выходят, а в Москве просто все вот так вот должно быть с закрытыми дверьми. И вот с чем мы столкнулись, собственно, это да, когда вот наша какая-то деятельность на выплескивается на улицу, все сразу обращают внимание. И вот наш любимый еще пример, это там два стула мы выставляем киевских, чтобы просто люди сидели вот на улице. Это вообще ДК уже третий. Мы до этого два раза открывали в других местах в городе, каждый раз мы выставляем два стула, то охранники приходят, то отдел клининга, то кто-то еще. То есть когда что-то там за пределы двери выходит, все очень пугаются, говорят, что это что-то непонятное, надо убрать. Но мы просто, как мы с этим работаем и относимся к этому, мы, в общем, раньше вообще ничего об этом не рассказывали, а сейчас мы стали в Фейсбуке публиковать истории, как все происходит, кто к нам приходит, кто на нас жалуется. А с подобными людьми мы ведем беседы, и мы как бы пытаемся вести диалоги, с некоторыми по два часа мы разговариваем. Ну и в итоге пока вот как-то все затихло вокруг нас, мы посмотрим, что дальше. Лилия. Можно это прокомментирую? Когда вы говорили про раздельный сбор, тут я смотрю немецкие наши коллеги, которые сидят в зале, им, конечно, наверное, смешно про это слушать. У вас это такая повседневность, настолько привычная, что непонятно вообще о чем тут говорить. В России слово «раздельный сбор» пять лет назад не знал вообще никто, можно сказать. Сейчас вот я только что была на воркшопе с активистами в Улан-Удэ и в Иркутске, в Сибири. И там и там среди 12 человек была инициатива по раздельному сбору. И это круто, потому что люди, которые научились разделять там стекло и пластик, они совершили акт гражданский, а не осознанный. И с этого и начинается, собственно говоря, гражданская позиция. И в этом плане я бы хотела сказать, что очень важную роль в изменениях играет образование. Образование в широком смысле слова. То, что делаете вы, то, что делает ваш клуб, это образование. Два стула перед дверью – это образование. Просвещение, скорее. Ну, просвещение – это такое топ-даун-слово, я бы сказала. И стало появляться очень много программ неформального образования, когда сами люди инициируют какие-то, там, не знаю, открытые экскурсии, да, то есть разговор на важные темы в общественных пространствах. В Петербурге есть суперпопулярные лектории «Трава», которые поднимают такие темы, там, как ЛГБТ, там, психические отклонения, там, алкоголизм, наркомания и так далее. То есть они говорят на эти темы, которые табуированы в обществе. На неформальном уровне это возможно. Очень помогают нам гранты немецкого МИДа, который поддерживает проекты, ну, фактически гражданского образования, да, или развития гражданского общества в России. В частности, я лично участвовала в двух, в четырёх уже таких проектах, и человек, который три года назад участник, да, он посмотрел, да, как это всё происходит в Германии, понял, что нужно действовать, можно действовать по-другому, выучил, что есть, оказывается, метод такой, называется, пир-то-пир, да, то есть как бы обмен опытом, научился отдавать проекты идеи, и сейчас как бы он запустил уже там 30 проектов, а не 5, который бы мог бы запустить, если бы делал это в одиночку. То есть через такие микро, да, какие-то вливания, через какие-то вот, как вы говорите, просвещение стульями, да, сознание людей постепенно меняется, да, и отвечая вот на вопрос, будет ли модернизация или нет, мне захотелось ответить шуткой, Стаб Бендер говорил, быстро только кошки родятся. То есть, конечно, действуя такими мягкими методами, да, влияяя на трансформацию сознания людей, быстро это получиться не может. Но за счет игривости, да, вот что ли, легкости, которой владеют вот эти современные новые активисты, это очень заразительно, да, и они привлекают настолько разные группы людей, да, а город, как я говорю, это постоянное столкновение интересов. Вот, что я надеюсь, что в этом есть что-то в будущем. Спасибо за прекрасные слова. Напоследок. Вы видите, многое происходит в России, движений действительно очень много, и сегодня мы говорили более в прагматическом ключе, концентрировались скорее на поиске конкретных ответов, и большое вам спасибо и успехов в поиске этих ответов. Спасибо всем, и спасибо участникам за комментарии и за то, что были с нами. Спасибо.